Позвольте мне представить слово для выступления, открытия круглого стола Владимиру Ростиславовичу Мединскому, министру культуры Российской Федерации, председателю Российского военно-исторического общества, доктору политических наук, доктору исторических наук. Спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемая Ирина Яковлевна, прежде всего, спасибо Музею современной истории России, действительно бывшему, известному ранее как Музей революции за условия для проведения нашего круглого стола. Замечательный зал. Поднимите глаза. Я думаю, что мы должны просто почувствовать с вами историю, находясь здесь, в здании бывшего английского клуба. Ну а если говорить, вернуться к теме нашей конференции, то, конечно, где как не здесь обсуждать эти вопросы, и где как не здесь готовиться к грандиозной дате, которая, безусловно, подготовка, которая, безусловно, будет пронизывать всю научную мысль, и многие научные дискуссии, которые будут вестись в ближайшее время, это столетие Великой Российской революции. Произошедшее в 17-м году эта революция навсегда останется одним из важнейших событий 20-го века. При всем расхождении взглядов на события почти столетней давности, мы не можем отрицать тот факт, что сама попытка построения на земле справедливого общества самым решающим образом изменила пути исторического развития не только России, но оказала огромное влияние на прогресс народа всей планеты. Революционная трансформация России положила начало новому глобальному мировому проекту. Прошедшие 100 лет показали, что существует живая преемственность в развитии нашей страны, от Российской империи к Советскому Союзу и далее к современной Российской Федерации. При этом объективное изучение периода революции позволяет нам сегодня осознать всю трагичность раскола общества на противоборствующие стороны. Нельзя делить предков на однозначно правых и виноватых. Каждая из сторон, я глубоко этом убежден, по-своему понимала, как добиться процветания Родины. В общем-то, в большинстве своем и красными, и белыми двигало то, что мы сегодня называем патриотизмом. И поэтому дань уважения к предкам является лучшим стимулом для нового витка нашего духовного развития. Конечно, уроки прошлого надо помнить. Основываясь на этом знании, предотвращать внутренние конфликты, которые способны превращаться в острые межнациональные столкновения, которые разрывают и губят нашу страну. Изучение революции 1917 года гражданской войны дает ясное понимание ошибочности ставки на помощь зарубежных союзников в внутриполитической борьбе. В случае с Россией это внешнее вмешательство, как мы сегодня видим, лишь усугубило и ужесточило национальный раскол, увеличило продолжительность и число жертв противостояния. Войну с памятью развязывать ни в коем случае нельзя. Советская эпоха, наступившая вслед за революцией 1917 года, имела гигантские достижения. Сегодняшние поколения должны видеть в них силу человеческого духа, героизм предков. Именно так возможно добиться преемственности в истории и строить современное общество. Без памятства – страшный диагноз. Когда мы видим сегодня, как у наших соседей сносят не только памятники Ленину, но разрушают мемориальные доски маршалу Жукову, разведчику Кузнецову, не смотрят ни на звание, ни на должность, рушат все, что связано с нашей общей предыдущей историей, мы видим, что это по сути ведет к распаду общества. Что такое памятник? Памятник – это память. И никакие памятники, на мой взгляд, разрушать нельзя, потому что мы не должны отказываться ни от каких периодов в нашей истории. Все они встроены в то, что мы называем своей идентичностью. Сегодня научное сообщество имеет уникальную возможность выработать единую общегражданскую позицию по основным этапам развития России. И разница во мнениях, которая неизбежно существует и должна существовать в науке и в гражданском обществе – это лишь повод для диалога, основа для компромисса, а не для конфликта. В этой связи я хотел бы озвучить несколько коротких тезисов, которые предлагаю использовать для общественного обсуждения при выработке единой платформы национального примирения. Первый тезис – признание преемственности исторического развития России от Российской империи через СССР к современной России. Второе – осознание трагизма общественного раскола, вызванного событиями 1917 года и последовавшей гражданской войны. Третье – уважение к памяти героев обеих сторон – красных и белых. Да, в общем-то, можно сюда добавить и зеленых, и другие партии, которые никак себя не идентифицировали, но, к сожалению, оказались в это гражданское противостояние втянуты. Все они отстаивали свои идеалы. И те, кто невиновны в массовых репрессиях и военных преступлениях, должны войти в единый пантеон нашей памяти. Четвертое – осуждение идеологии революционного террора. И пятое – понимание ошибочности ставки на помощь зарубежных союзников в нашей внутриполитической борьбе. Ну и последнее. После того, как Крым вернулся, как образно говорят наши журналисты, в родную гавань, оттуда к нам поступила инициатива установить в Крыму памятник примирения. Наверное, что-то похожее на памятники, установленные в Испании. Эта идея, что называется, летает в воздухе. Зримый и мощный символ, установленный там, где, собственно, закончилась гражданская война, может действительно стать доказательством тому, что эта война наконец-то закончена. И памятник национального примирения, если он, конечно, появится, если эта идея будет обществом, гражданами поддержана, мог бы стать технически осуществиться в результате Всероссийского конкурса, который, я думаю, Министерство культуры, Российское военно-историческое общество, Российское историческое общество. Имея значительный опыт в проведении подобных конкурсов, достаточно вспомнить появившиеся у нас монументы, за последнее время целую серию монументов, героям Первой мировой войны, готовящийся памятник сейчас князю Владимиру на Воробьевых горах. Эти все наработки можно было бы использовать для работы над этим серьезным и очень, наверное, символичным проектом. Времени для этого у нас до 2017 года более чем достаточно. Ну и в заключение позвольте еще желаю успехов всем участникам этой конференции и коллегам обратить внимание вот на что. Каждый раз, когда мы обращаемся к истории, нас пытаются заподозрить в том, что мы хотим что-то переписать, развенчать мифы, опровергнуть, побороться с фальсификацией или заново что-нибудь фальсифицировать. Все почему-то уверены, что, я имею в виду все люди, которые далеки от этого, от исторической науки, они почему-то уверены, что интерес к истории связан исключительно с идеологемой академика Покровского, в общем-то недалекой от истины, о том, что история есть политика, опрокинутая в прошлое. И, соответственно, с тем, что мы пытаемся это прошлое контролировать, ибо кто контролирует прошлое, как известно, тот контролирует будущее. Мне кажется, что наше сегодняшнее собрание, наша сегодняшняя работа в части осмысления событий почти столетней давности должна иметь принципиально иную основу. Революция у нас одновременно и сакрализирована, и, можно сказать, канонизирована, и одновременно проклята. Эти две крайности раздирают наше общественное сознание. Но она, как это ни удивительно до сих пор, еще может быть окончательно и глубоко научно не изучена, не проанализирована и не осмыслена. Вот в этом-то и заключается задача историков. В этом-то и заключается задача научного сообщества. Сделать из происшедших почти сто лет назад правильные выводы, и осознать то, что было, и указать направление, куда нам двигаться дальше. Желаю еще раз всем успехов в этом очень важном, нужном и интересном деле. Спасибо. 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 Продолжение следует...